Мир мирови твоим ударуй, церковь твоим священникам, воинству и всем людям твоим, я ко всякого даяния блага и всяк дар совершенствующий есть, сходя и тебе со светом, и тебе славу, и благодарение, и поплонение восслаю Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и вовеки веков. 7 января Евпаторийская Святая Ленинская Церковь торжественно отметила один из главных православных праздников – Рождество Христово. Красиво украшенный храм, огни лампад и свечей, особый аромат сосновой хвои ладана, торжественные песнопения, радостные лица молящихся – все это создавало атмосферу дружной семьи, которая собралась вместе едиными устами и сердцем встретить рожденного младенца Христа. О глубоком духовном смысле этого праздника в своей содержательной проповеди после Божественной Литургии поведал настоятель церкви Протеарий Георгий Куницын. Он говорил о Боговоплощении, то есть рождении Бога в человеческом роде. Несмотря на то, что мы сегодня живем в техногенном мире, сердца людей должны стать теми вифлеемскими яслями, в которых родился Христос. Именно в этот особый день на земле радостно ощутить рождение Спасителя в своей собственной душе, а на исповеди и причастии настроить дух и тело на внутренние преобразования. Во дворе возле Святой Эллинского храма был установлен рождественский вертеп. Взрослые дети словно переносились в Вифлеем, к яслям младенца Христа и находящейся рядом с ним Пресвятой Деви Марии. К слову, тема изготовления вертепов – одна из любимых в художественных кружках многих воскресных школ. Учащиеся же воскресной школы Пресвятой Эллинском храме вместе со своими наставниками тоже серьезно подготовились к встрече Рождества Христова. Они нарисовали картины рождественской тематики, создали подделки и экспозиции, которые были представлены на праздничной выставке. А еще 7 января после службы в Большом зале воскресной школы состоялась премьера рождественской сказки «Приключения белоснежки и кота». В роли артистов выступили ребята младшей, средней и старшей групп. На протяжении вот уже многих лет интересные сценарии православных сказок пишет руководитель школы Елена Куницына. Все они несут глубокий нравственный смысл и православные знания. В них увлекательным и живым языком говорится о праздновании Рождества Христова, каковы его основные символы и традиции, как мир узнал о рождении Спасителя и как это восприняли простые люди. А еще что таит в себе приближение этого дня, в чем разница между Новым годом и Рождеством Христовым. В основе православных сказок матушки Елены непростые психологические сцены, в которых оказываются герои. Добрый, понимающий автор всегда дает им шанс на исправление и спасение. В то же время спектакли понятны нынешнему молодому поколению. В них много импровизации, юмора, танцев и приколов. Вот и в сказке «Приключения белоснежки и кота» ее главные персонажи накануне праздника Рождества достойно прошли через все испытания. Нашли дорогу к Богу, стали духовно сильнее. Особо это касалось мачехи Белоснежки, коварной и злой королевы и ее капризного кота. Сговорившись погубить девушку, эти герои и не предполагали, что в глубине души они способны быть милосердными, терпимыми и искренне любить. В их внутреннем мире произошла трансформация сознания. А помогли им в этом все яркие и колоритные персонажи сказки. Король Белоснежка, три Василисы, две лесные бабушки, маленькие зайчики. И, конечно же, герои глубокого внутреннего плана. Мудрый гном и зеркало. Я на свете всех мудрее, все призы разней и милее. Лучше есть тебя, девица. Хоть ее красивей ты, ее любят даже птицы и приносят ей цветы. Ах, приемная сиротка? Так глупа она, так кротка. Значит, лучше всех она? Ну, попляшешь у меня. Душу твою власть погубит, а сиротка тебя любит. В ночь святого Рождества происходят чудеса. Бог поможет измениться. Станешь доброй ты, царица. Папа, можешь нам ответить? Почему на белом свете столько зла, обид и слез? Мне понятен ваш вопрос. Коль забыли люди Бога, так и жить им стало плохо. Ведь без веры пустота, суета до маята. Ни терпения, ни смирения, ни любви, ни уважения. Жизнь пустую вся проходит, дни летят, года уходят. Хорошо знакомая картина нашей реальной жизни с психологически тонкими параллелями и меридианами. Действительно, сегодня мы перестали улыбаться, не замечаем красоту вокруг себя, всем недовольны, брюжим и критикуем. Что же делать? Как помочь? Вместе с гномами вопрошает автор сказки и тут же находит ответ. В мир идет святая ночь, все вокруг меняется, души просыпаются. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В конце спектакля все обновилось, внутри и снаружи. В зрительный зал со сцены лились теплую любовь. Произошло чудо, изменились не только королева и код, но и все участники действия. Доброта и радость очистили мир вокруг. И, конечно же, как всегда, напутственные слова прозвучали из уст настоятеля святой Аменского храма Ардерея Георгия Куницына. Дорогие друзья, дорогие дети, братья и сестры, еще раз мне хочется всех вас поздравить с праздником Рождества Христова. Всем пожелать, конечно же, всяческий благ, здоровья, помощи Божьей, благословения. Пусть Господь посылает всем нам и в наступающем новолетии. Мы чтобы с вами провели достойно, скажем так, жили по заповедям Божьим, любили друг друга, защищали слабых, помогали нуждающимся, воспитывали детей внуки христианского закона, то есть жили по заповедям Божьим, жили так, чтобы действительно принести радость родившемуся Богомладенцу Христу, который пришел на землю, чтобы нас спасти, чтобы принести нам свет разума, как сегодня поет наша православная Цепла. Еще раз всем вам хочу пожелать всяческих благ, Божьей помощи, пусть Господь хранит вас от всякого зла, еще раз поблагодарить наших юных артистов, всех призвать как можно чаще посещать храм Божий, обязательно участвовать в богослужениях, причащаться, исповедоваться. Я всех знаю, всех, кто здесь стоит на сцене, все посещают богослужения, все причащаются, все участвуют в богослужебной жизни нашего прихода. Также хотелось пожелать, чтобы подрастающие новые поколения, наши прихожан, чтобы так вот цепочка не прекращалась больше никогда, и чтобы будущие поколения, кто придет за нами, чтобы они также радостно и торжественно встречали праздник Рождества Христова, как это мы делаем сегодня все с вами. Матушка Елена тепло поблагодарила всех, кто был причастен к рождению православной сказки. Воспитанников, их заботливых родителей, педагогов воскресной школы Елену Ушакову и Елену Маслич и звукорежиссера Виктора Дыбова. Праздник закончился традиционным фото на память, рождественские подарки получили все юные зрители и артисты. Каждый из нас хоть однажды соприкасался с тайной вселенской любви и многим знакома радость, которая появляется, когда рождается человек. Именно поэтому события Рождества Христова, при всей их непостижимости, близки нашим сердцам и, понятно, даже самым маленьким детям. Валентина Лавренко, Алексей Гладков, Евпаторийское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова